Что такое коррупция? Как с ней бороться? Кто виноват в том, что в нашем обществе есть такой феномен? На эти и другие вопросы попытались ответить за круглым столом, прошедшим в Камрате, общественные деятели Гагаузии, представители неправительственных организаций автономии, а также представители общественной организации Антикоррупционный Альянс Республики Молдова. Конечно, прежде чем найти ответ на подобные вопросы, необходимо вооружиться знаниями о коррупции, ведь невольно пытаясь решить быстрее вопрос, люди сами становятся участниками коррупционных действий. По сути говоря, это проблема самих граждан. Люди сами могут предотвратить этот феномен. У нас был инцидент, я не буду там сейчас говорить конкретно, кто, но мы обращались в Антикоррупционный Центр по борьбе с экономическими преступлениями, касаемо, скажем так, рассмотрения дел по срокам наших судей. Когда, скажем так, разумный срок имеет, естественно, какие-то свои ограничения, но этот разумный срок по непонятным причинам, он как бы продлевается. Чиновники – это нанятые на работу люди. Их обязанность – решать проблемы горожан. В связи с этим они не имеют права злоупотреблять своими должностными обязанностями, считает председатель общественного объединения «Сталкер» Сергей Пашков. Именно для того, чтобы бороться с такими явлениями, как коррупция, в примарии города Камрад создан Совет общественности. Молдова является одной из самых корруппированных стран в мире даже. Это беда, которая не позволяет развиваться в нашей стране, не позволяет достичь тех высот, которые мы можем достичь. Поэтому тема, на самом деле, очень злободевная. Мы, кстати, с этой целью, при поддержке примара города Камрада, создавали вот этот общественный совет, который позволит обеспечить прозрачность принимаемых властью решений. В том числе, такие как госзакупки, такие как, вы знаете, что на заседаниях бывает муниципальных советов, бывает лоббирование чьих-то личных интересов. Поэтому это все должно пресекаться. Все должно работать на благо развития города, потому что все-таки чиновники – это нанятые на работу люди, задача которых – развивать и обеспечивать достойную жизнь граждан самого города. Для того, чтобы избежать коррупционных явлений, гражданам нужно совсем немного знать свои права, уметь защищать их, не подаваться на провокации чиновников, злоупотребляющих своим служебным положением, отмечает экс-председатель антикоррупционного альянса Республики Молдова Ольга Бытко. С этой целью и приехала она в Камрад, чтобы помочь научить заинтересованных граждан правильно оформлять жалобу или петицию. Мы заметили, что с этого региона практически нет жалоб. То есть, либо они не пишутся, либо они не доходят. Потому что они написаны несоответственным образом. Поэтому мы бы хотели научить, чтобы люди, которые участвовали в нашем круглом столе, вышли отсюда с навыками, как написать жалобы, а также с минимальным навыком, как монетаризировать принятие решений, прозрачности решений и государственных закупок. Знать свои права недостаточно. Нужно уметь ими пользоваться, считает эксперт антикоррупционного альянса. Ведь только тому, кто стучится в дверь, может эта дверь открыться, отмечает госпожа Бусунчан. Для нас это очень важно, чтобы все знали свои права и обязанности. И в данном случае, вот что касается составления жалоб и расследований, я считаю, что это очень важно. Мы должны сами это делать и научить простых людей сделать это. И в моем выступлении это будет очень четко, ясно о нашем законодательстве Республики Молдова и те законы, постановления правительства, указы президента, указы парламента, которые очень-очень хорошо говорят о данной проблеме, как мы должны и как мы можем добиться своих прав и интересов. Коррупция – это отсутствие честности и порядочности. Она имеет много разновидностей. Взятничество – незаконное присвоение товаров и услуг, которые предназначены для общественного пользования. Кумовство – оказание влияния при выработке законов в целях получения личной выгоды. Все это примеры правонарушений и должностных преступлений. Поэтому, когда у кого-то возникает желание дать взятку чиновнику, чтобы получить нечто ценное для себя, надо не забывать, что именно это способствует росту коррупции в стране, а не борьбе с нею.